Бахар в конце концов удается забрать Мерта у Нихира, хотя и силой, но травма, которую она причиняет, заставляет и ее, и Назима чувствовать сильную вину. Несмотря на то, что раскаяние Назима заставляет его снова сблизиться с Нихир, закончится ли эта близость хорошими новостями Бахара? Тарик, Захра и Ибрагим все еще пытаются избавиться от тела Мерьем, чтобы их не поймали. Нихир находится на грани потери Мерта, но она не собирается покидать Мерт. Ради этого он готов противостоять Бахару, Закону и даже Назиму, если потребуется. Даже если Тарик захочет помочь Нихиру, ему придется иметь дело с угрозой Бахара, с одной стороны, и с тем фактом, что Захра убила Мерьем, с другой. Сотрудничество Бахара и Тарика может привести к тому, что Нихир потеряет не только Назима, но и Мерта. Несмотря на то, что Тарик не хочет причинять такой большой вред Нихиру, у Бахара есть большой козырь против Тарика благодаря Мерьем. Зара же пытается помешать Мерьем узнать правду о смерти Брата. План Бахара сработал, Назим потерял доверие к Нихиру. Когда Назим снова отворачивается от нее, Нихир решает сделать единственное, что может вызвать у него реакцию выйти замуж за Тарика. Но как только Захра узнает, что Тарик женится на ком-то другом, она готова сделать шаг, который навредит всем, в том числе и ей самой. Нихир сказал Назиму, что Мерь – его сын, но Назиму будет нелегко принять факты и простить несправедливость, от которой он пострадал в прошлом. Бахар, которая боится потерять Назима из-за Нихира после того, как правда откроется, решает взять ход событий в свои руки. Заявление Нихир о том, что она выйдет замуж за Тарика, сводит Назима с ума. Нихир, доведшая Назима до желаемого уровня ревности, продолжает играть эмоциями Назима. Бахар, которая боится потерять Назима даже в этой ситуации, собирается узнать правду об отце Мерта. Тарик же пытается помешать Захре, мечтающей о свадьбе, узнать правду и разрушить все ее планы. Нихир предложил Тарику отомстить Назиму. Но на этом его месть не остановится, он попытается отобрать их счастье и все, что у них осталось, у всех, кто его предал. Если Тарик согласится жениться на Нихир вместо Захры, у Захры не будет причин хранить свои секреты. Нихир на глазах у всех забирает кольцо у Бахара, создавая большой скандал. Хотя Бахар и Тюлай больше не хотят, чтобы Нихир жила в одном доме, Хакан полон решимости оставить жену при себе. Но у Нихира, который сейчас в отчаянии, есть только одна цель – вернуть Назима. Когда Фуля узнает правду, потеря Тарика всего лишь вопрос времени. Однако получение внезапного предложения от неожиданного человека изменит для него все. Когда Назим загоняет Хакана в угол, Бахар становится первой жертвой планов Хакана избавиться от Назима. Вслед за этим Назим сказал, Нихир продолжает быстро продвигаться к разрушению жизни Тарика и Хакана. Сможет ли Нихир, которая считает, что Назим все еще любит ее, отговорить Назима от этого пути мести? Когда Нихир узнает правду, она хочет рассказать все Назиму. Но когда Хакан не позволяет этого, Нихир начинает видеть истинное лицо Хакана. Скажет ли сын Нихира правду Назиму? Тарик и Хакан, получившие сильный удар от Назима, принимают меры, чтобы компенсировать свои потери. Однако это поставит их в ситуацию, которую они никогда не ожидали, и их жажда мести жаждет их перед Назимом. Объявление Назима и Бахара о своем решении пожениться вызывает у всех шок. Больше всего эта новость затронула Нихир. Хакан, полагая, что Назим сблизился с Бахаром из мести, противостоит Назиму. Между ними вот-вот начнется война, в которой постепенно будет нарастать напряжение. Тарик, Захра и Ибрагим встревожены внезапным возвращением Мерием. Мерием займется расследованием возобновленного дела об убийстве ее брата. Вот почему он приехал в Стамбул. Эта просьба пугает троицу. Каждый шаг, который они предпримут, чтобы вернуть Мерием и не разоблачить Назима, будет натравливать их друг на друга. Между Хаканом и Бахаром идет очень жестокая борьба. Хакан хочет, чтобы Бахар отказался от Назима. Нихир, наблюдающий за этой дискуссией, узнает большой секрет. Когда пять лет спустя Назим выходит из тюрьмы, он становится совершенно другим человеком. Он отомстит всем, кто обидел его. От Нихир, которая забыла о нем и вышла замуж за Хакана. От Тарика, который винил ее. От Хакана, который забрал женщину, которую он любил. Возвращение Назима с огромной силой, которой никто не ожидал, и с Бахаром, который поддерживал его в течение многих лет, потрясет жизнь каждого. Последней каплей для Нихир стала то, что Назим скрыл от нее, что он все еще женат. Нихир, думая, что она больше не может доверять Назиму, возвращается в Стамбул к своей прежней жизни с Зеррин. Назим либо выберет Нихир и последует за ней в Стамбул, либо выберет свою дочь и останется с Нермин и Айше, чтобы защитить их. Тарику удалось создать раскол между Назимом и Нихиром, сказав Нихиру правду. Но из-за этого он навлекает на себя гнев Назима, и Фуля и Кемаль приходят ему на помощь. Когда Тарика выбывают, Захле трудно скрыть отсутствие Халила. Хотя план Тарика связать убийство с Назимом проходит хорошо, загадочный человек, который знает, что они убили Халила, продолжает его преследовать. Этот загадочный человек сделал свой первый шаг, Тарика ждет что-то такое, чего он никогда не ожидал. Несмотря на то, что Нихир удалось выбраться из случившейся с ней плохой ситуации, она чувствует себя очень плохо. Вот почему, когда Назим зовет к себе Нихир, как только он узнает о лжи Нермин, Нихир идет к Назиму, даже не задумываясь ни на секунду. Но как долго продлятся счастливые дни Назима и Нихира благодаря плану Тарика? Назим выбрал Нихир и последовал за ней в Стамбул. Но похищение Айше заставит Назима пересмотреть свои приоритеты. Хотя Нихир может заставить свой разум понять, что она отказалась от Назима, она не может заставить понять это свое сердце. Несмотря на то, что она хочет быть с Назимом в его трудное время, она не знает, как быть с ним и в то же время оставаться на расстоянии. Более того, загадочное поведение друга Назима Хакана беспокоит Нихира. Хотя Тарик вернулся в Стамбул, он оказался загнан в угол. Он решает в последний раз вернуться на плотину, чтобы полностью освободиться как от подозрений Фули, так и от вины в убийстве. План Тарика изменит жизнь каждого. Последней каплей для Нихир стало то, что Назим скрыл от нее, что он все еще женат. Нихир, думая, что она больше не может доверять Назиму, возвращается в Стамбул к своей прежней жизни с Зеррин. Назим либо выберет Нихир и последует за ней в Стамбул, либо выберет свою дочь и останется Снермин и Айше, чтобы защитить их. Тарику удалось создать раскол между Назимом и Нихиром, сказав Нихиру правду. Но из-за этого он навлекает на себя гнев Назима, и Фуля и Кемаль приходят ему на помощь. Когда Тарика выбывают, Захле трудно скрыть отсутствие Халила. Нихир согласилась выйти замуж за Назима. Хотя Назим и рад этому, его счастье длится недолго, потому что ему приходится немедленно развестись с Нермин и скрыть от Нихир, что он все еще женат. Нермин точно не примет развода. Тело Халила еще не обнаружено, но прибытие сестры Халила Мерием на плотину поставит Тарика и Захру в трудную ситуацию. Пока Тарик и Захра пытаются убедиться, что никто на стройке не заподозрил отсутствие Халила, загадочный человек знает, что они делают. Смерть Халила стала для Тарика и Захры большей проблемой, чем они могли себе представить. Даже если они попытаются справиться с отсутствием Халила, тот факт, что место, где они похоронили Халила, вот-вот превратится в строительную площадку, доставит Тарику очень быстро.